На кадрах полицейского зацепило дверью и протащило по дороге несколько метров. Рядовая проверка документов обернулась целой погоней. Сотрудники ДПС пытались остановить Тойоту Камри, которая двигалась в направлении центра. На требования водитель не отреагировал. Машину окружили. Водителя скрутили. Повод для бегства у автомобилиста действительно был серьезный. И по всем признакам он был пьян. И даже не смог объяснить, почему чуть не убил полицейского. Зачем так сделали? Уважаемые, зачем инспекторов сбили? Ничего не делал. Да заснято все на камеру, что вы ничего не делали. Уже позже выяснилось, комплект подозрительных дипломатических номеров, из-за которых и пытались остановить машину, оказался ненастоящим. Настоящий госномер лежал в салоне вместе с початой бутылкой пива и стаканчиками. А в присутствии понятых в авто нарушителях к тому же нашли сверток с веществом, предположительно, наркотического происхождения. Передо мной стояла машина с красными номерами. Я задал вопрос, что случилось, как это вдруг с красными номерами затормозили. Мне сказали, что подозрение, что номера ненастоящие. Пока меня проверяли документы, то есть я вышел с машины, подошел к патрульному автомобилю. Ну, соответственно, этот с красными номерами резко двинулся вперед. При этом инспектор ГАИ находился там, заглядывал в салон. То есть автомобиль вместе с инспектором ГАИ проехал буквально 100-150 метров. Пострадавшего полицейского осмотрели врачи бригады интенсивной терапии и констатировали у него очень серьезные травмы. Его пришлось отвезти в больницу. Примечательно, что водителем мономарки оказался вовсе не ее владелец. Со слов хозяина, машину он дал своему приятелю и о случившемся не подозревал до последнего момента. Рулевой же за несколько часов умудрился наломать столько дров, что хватит на несколько статей административного и уголовного кодекса. Евгения Клепикова, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.